Вы смотрите итоговый выпуск телевизионной информационной службы Лиманского района. Жители сел Любопольского сельсовета решили войти в Визирскую объединенную громаду. В Петровском техникуме открыли двери перед будущими студентами. Как проходят субботники в селе Визирка? В парке Доброслава потянулись туристы, а село Курисово атакуют змеи. Жители Любопольского сельсовета согласны объединиться с Визирским и Пешетравневым сельсоветами в единую громаду с центром в селе Визирка. Своё желание они подтвердили, единогласно проголосовав на сходе села, где по этому поводу проводились общественные слушания. Два года назад они уже единогласно голосовали за это объединение, правда, в составе ещё Сычавского сельсовета и посёлка Новые Беляры. Но отдельные депутаты последних всячески препятствовали этому объединению, не считаясь не только с мнением своих коллег, но и с решением собственных жителей. Так как объединение громад – дело добровольное, никто никого в этом вопросе не заставляет, не уговаривает и не ждёт. Создавать одну из самых экономически стабильных громад страны решили из трёх сельсоветов – Визирского, Пешетравневого и Любопольского. Визирка сегодня является экономическим центром всего Лиманского района. Предприятия, которые работают на территории Визирского сельсовета, формируют более 60% бюджета района. Объединиться с таким селом захочет каждый здравомыслящий человек, тем более если он депутат и представляет интересы своих жителей. У нас же предварительно было заседание сессии, приняли такое решение, и перед этим был сход села, такое же самое было решение. На другом этапе, и уже там, если хочет, присоединяется с Чавка, и на третьем этапе, там же, если захочет, то беляры. Жители Любополя и Ранжева возлагают большие надежды на объединение с Визирским сельсоветом. Я думаю, что будет лучше для села, для людей, дорога будет, будет сполучение с Чавкою, там наша лекарня, выезд до города и людям на работу. Я, например, работаю в школе, нам не хватает транспорта для того, чтобы ездить на разные соревнования, участвовать в конкурсах. Надеемся, может, нам поспособствует этому. Уже после первого единогласно положительного решения жителей Любопольского сельсовета, на протяжении двух последних лет Визирский сельсовет, хотя объединение еще не было завершено, всячески помогал Любопольскому. Жизненно важным было начало капитального строительства въездной дороги в Любополь. Выступающие на общественных слушаниях не столько говорили, зачем необходимо это объединение, сколько рассказывали, что Визирка уже сделала для жителей Любополя, помогала школе, проводила праздники в местном клубе, заботилась о малообеспеченных жителях села. В период, как мы начали работать, с 2015 года, с Визирской и Сельской Радой, я думаю, что многих из вас тоже получили помощь с ее стороны, и с фондом Ставницера, и с Сельской Радой. Вы видели зимой, особенно, что техника предприятия КИС здесь не уезжала, и на кладовища были такие моменты, что мы ночью работали, и звертались, и нам помогали. Еще одним актом добрососедских отношений стало привлечение в Любопольский сельсовет крупного инвестора, компании, которая устанавливает ветрогенераторы. Американская компания Ukraine Power Resources вела переговоры с Визирским сельсоветом, хотя ветрогенераторы планируют установить на землях нескольких населенных пунктов, в том числе Любопольского и Сычавского сельсоветов. Руководство Визирки предложило зарегистрировать это предприятие в Любопольском сельсовете, тем самым передавая туда налоги и все инвестиционные обязательства, одним из которых будет завершение въездной дороги на Любополь. Они показывают этим свое намерение делиться и нормально сотрудничать, на что мы рассчитываем и мы думаем так, что будет. Решение жителей Любопольского сельсовета было завершающим в процедуре общественных слушаний сел. Уже свое положительное решение вынесли визирчане и жители сел Пешетравнивого сельсовета. После проведения гражданских слушаний у нас должны были провести сессии сельских рад, визирце уже произошло. Сейчас должны провести сессии в первой стране сельской раде Любопольской, где они должны пригодить пропозицию визирской рады, добровольное объединение с центром сельской визирка, и делегировать своих представников до спильной рабочей группы с приводом подготовки решений о добровольном объединении громад. Депутат областного совета Олег Кутателадзе верит, что его предложение, его идея – визирская объединенная громада – имеет большое и стабильное будущее. У меня есть моральные теперь определенные обязательства перед людьми. Я использовал инструмент, который дало государство децентрализации для улучшения жизни людей, и я должен доказать, что этот инструмент реально работает. Теперь важно, чтобы жители сел будущей громады были крайне внимательны в выборе своих представителей и делегировали тех, кто уже доказал свое желание, умение заботиться о людях и преданность родному краю. 25 апреля в Петровский государственный аграрный техникум вход посторонним был разрешен. Здесь проводили день открытых дверей. Каждый, кто хотел узнать информацию о том, чем живет это учебное заведение, имел возможность получить ее сполна. В техникуме можно обучиться пяти специальностям – производство и переработка продукции растеневодства, ветеринарная медицина, землеустройство, эксплуатация и ремонт машин и оборудования, агропромышленного производства, производство и переработка продукции животноводства. Также есть заочная форма обучения. На мероприятии по привлечению будущих студентов презентации специальностей проводились сначала во время концерта в актовом зале, а затем в фойе техникума, где была организована экспозиция по каждому направлению. Мы получаем диплом младшего специалиста. Мы можем получить профессию в сфере механиков, в сфере начальниками баз, мастерских. На стенде представлены виды техники, на которых мы учимся, примеры техники, новое оборудование, какими мы используем в дегностировании техники, новых видов и старых видов. На этом стенде представлена схема локальных факторов, фотосхемы и, конечно же, приборы, которыми мы можем измерять углы и измерять площадь. Поскольку рынок земли развивается сейчас в нашей стране, поэтому наша профессия очень востребована. На данный момент я уже выпускница техникума и после обучения в техникуме очень легко поступать дальше, потому что есть очень хорошая база. Мы можем поступать в Львовский национальный аграрный университет. На базе нашего техника существует большой объект, где можем получать практические навыки. То есть у нас есть банальная ферма, на которую мы можем приходить, общаться с животными, лечить их. Я считаю, это большая помощь. Почему? Потому что говорят, что вообще медицина лечит человека, а ветеринарий лечит человечество. Также на экспозиции, посвященной Дню открытых дверей в Петровском государственном аграрном техникуме, были представлены специальности производства и переработка продукции животноводства и производства и переработка продукции растеневодства. Мы повышаем урожайность тем, что мы боремся с растениями, с сорняками, с вредителями, с разными болезнями. Этим мы повышаем урожайность всех сельскохозяйственных культур. Боремся с источенными почвами, боремся с эрозией. В некоторых районах мы повышаем влажность, которых надо, а в некоторых мы можем осушивать землю. Часто говорят, что Украину на мировом рынке рассматривают как сырьевую базу. Не занимаясь активной переработкой сельхозпродукции, наша экономика теряет свои доходы. На бытовом уровне с этим часто сталкиваются мелкие производители молока, мяса, птицы. А проблема в том, что люди не умеют делать качественные продукты согласно государственным стандартам. В Петровском аграрном техникуме можно этому научиться. Я закончила повара и пошла в дальнейшем сейчас на технолога по той же профессии, только уже именно по мясу или по рыбе. Важно то, что студенты в техникуме обучаются прикладным специальностям, а свои знания и навыки могут сразу применять на практике в своей дальнейшей трудовой жизни. В Петровском государственном аграрном техникуме большое внимание уделяется воспитательной работе со студентами. Здесь организованы спортивные секции, есть вокальные и танцевальные коллективы. Известно на всю Украину своими победами местная студенческая команда КВН. Подготовкой фаховцы занимаются 56 человек, выкладчиков. В основном это выкладчики высшей категории, есть выкладчики-методисты. Для того, чтобы увеличить количество студентов, на сегодняшний день вы знаете, что демографическая криза, от езды работающих молодых за кордон, мы проводим профориентационную работу в учебных закладах Дерезьевского, Коминтерновского района. Также техникум поддерживает контакты с профессиональными аграрными лицеями, презентуя там свои специальности. Все они востребованы сегодня на рынке труда. И такие специалисты быстро смогут получить хорошую работу. Озеленяем Визирку вместе. Село Визирка расположено не в самой благоприятной для растеневодства местности. Скудная почва с небольшим слоем чернозема расположена на природных залежах ракушечника. Частые ветры суховеи и редкие дожди в весенне-летний период. Все это значительно снижает шансы вырастить здесь пышный сад или вековой лес. Но на приусадебных участках жителей Визирки всегда зелено, а значит, прикладывая усилия, можно получить результат и в озеленении общественных зон. Силами только работников коммунального предприятия такое сделать можно. Но важнее, когда жители села приобщаются к этому благородному делу. Объявляется всеобщий субботник всего села, то мы расклеиваем объявления по селу, приглашаем в обязательном порядке все бюджетные организации, а также население, неравнодушное население, которое хочет принять участие. Они присоединяются с удовольствием к нам, дети, молодежь. Мы привозим посадочный материал и проводим эти мероприятия. Вот сегодня провели очередной субботник, в котором приняло участие порядка 40 человек. Целью субботника была высадка цветущих однолетних и многолетних растений. На майские праздники во всех общественных зонах зацвели петуньи. Еще год назад для полива растений, который, исходя из погодных условий, должен быть ежедневным, сельсовет специально закупил цистерну-бочку, которую быстро можно перевезти в любую точку села. В этом году мы планируем завершить капитальный ремонт площади, установить беседку для оркестра, который сможет в праздничные выходные дни по вечерам при работающем фонтане играть, и чтобы люди приходили на площадь, весело проводили время и наслаждались музыкой нашего оркестра. Приятно, что сами люди оценивают. И на стадии строительства сейчас люди приходят, видят, что меняется все к лучшему. Площадь обретает очертания свои окончательные. По центру площади находится фонтан, который был подарен депутатам Логусного совета Олегом Жуберычем Кутатиланзе. Фонтан очень красивый. И люди немножко меняются, такое мировоззрение у людей, они понимают, что их родное село, наше родное село, оно преображается. И мы можем теперь проводить время досуг в своем родном селе у себя дома, а не куда-то ехать, чтобы было принято, как всегда. Потому что в своем родном селе негде было провести нормальное время. Особое внимание будет уделено озеленению центральной площади села. Для этого планируют привлечь дизайнеров, задача которых создать единую композицию из малых архитектурных форм, элементов освещения, растений, возможно и арт-объектов. Важно, чтобы площадь выглядела привлекательно в любое время года. Одессит Михаил на каникулы обычно приезжает к своей бабушке в поселок Доброслав. Катаясь на велосипеде, он часто заезжает в тематические парки, которых в поселке славящим добро. С каждым годом становится все больше. Вот лесовая песня, тут отдыхают. Тут проводят концерты, тут проводят конкурсы. Два года назад вновь избранной голове поселка Доброслав Людмиле Прокопечко пришла идея не просто убрать мусорные свалки в центре поселка, а преобразить их в тематические парки и уголки отдыха. Тогда ей многие говорили, что это затея одного дня. Все поломают и разрушат. Такой уж народ у нас. Но Людмила Ярославовна поверила в людей и стала постепенно привлекать их к благоустройству парков. Так появились парк Лисовая песня, затем Японский сад, парк влюбленных сердец, бабусин садочек. А затем один за другим стали открываться скверы, 10 заповедей, Святой Николай и совсем недавно Девушка весна. Сегодня тематические парки Доброслава, в которых деревья и кустарники подросли, стали еще уютнее, и люди с благодарностью проводят там свой досуг. Ну вообще люди ценят и очень рады, довольны, отдыхают, потому что это радует. Радуется душа, вот, детки, взрослые люди. Ездят посидеть, отдохнуть. Возле этого парка всегда находится очень много людей. Приходишь, все твои друзья, знакомые, здороваешься. Никто тут ничего не ломает. Все очень тут хорошо, красиво. Это лучше, чем ничего, чем здесь был мусор, и это намного лучше. Еще радостно, потому что раньше здесь ничего не было, а сейчас можно прийти здесь, посидеть, отдохнуть. Тематические парки в Доброславе стали не просто местами отдыха, а визитной карточкой поселка. Посмотреть на ноу-хау в области такого благоустройства потянулись туристы, и туроператоры быстро разработали маршруты однодневного отдыха с посещением парков и арт-объектов Доброслава. Так идея благоустроить свой поселок стала стартом в развитии туристической индустрии. И Людмила Прокопечко не сомневается, это только начало. В конце апреля жители этого многоквартирного дома на улице Педагогической в селе Курисово проснулись ночью от душераздирающего крика котенка. Животное так кричало, что люди вышли на улицу и увидели не очень лицеприятную картину. Котенок уже наполовину был проглотчен большой змеей, и спасти животное не удалось. Животное, что-то котенок или щенок вот лежит, когда подошел, то она половина уже этого котенка проглотила, в принципе, ну и ушла, естественно. Сера-Степова, гадюка. Ну это в основном они на лимане, и сейчас сезон такой, что они перебрались немного сюда, на территорию населенного пункта. Но, конечно, это змеи ядовитые, вот эти вот серые степовые, но покуда все благополучно. Хотя они, конечно, пожирают таких вот мишей там ловят, крыс ловят, котенков маленьких, согласны. Но это довольно крупные змеи, так до двух метров. Ирина Викторовна проживает на этой же улице, недалеко от Петровского техникума, в частном доме. Занимается активно растеневодством, но в последнее время боится выйти на собственный приусадебный участок. Да, я неоднократно свидетельница того, что на моем участке развелись гадюки. Полозы гадюки до двух метров. Все зависит от того, я так понимаю, что я живу между двумя участками, которые заброшены. Вы уже видели один участок, просто лес, второй участок, все трущобы, все эти развалины. По стенам они ползут, под домом. Позавчера была просто какая-то драка под полами. Гадюка поймала крысу. Каких размеров она была неизвестна. Но сегодня ночью повторилось то, что были ужасные крики с двух часов ночи. И зауч нашего техникума, я работаю в техникуме, увидел, когда гадюка двух метров, степная гадюка, она просто заглатывала, получается, маленького котенка. Сталкивались со змеями в окрестностях техникума и студенты. Мы гуляли с девочками, сидели за старыми общежитиями. И моя подружка пошла разговаривать по телефону и начала пищать, кричать. И мы с моей другой подружкой подошли посмотреть и увидели ужасных змей. Клубок змей. Они лежали на цементе. И я даже сделала фотографию. Конечно, встреча со змеей – событие не из приятных. Но не стоит паниковать. В Украине водится 11 видов змей. Все они, по сути, свои хищники. Это полозы, гадюки, медянки и уже разных видов. Многие из них занесены в Красную книгу. Агрессивных нападающих на людей змей в Украине нет. В весенне-летний период они активизируются. Гадюки становятся наиболее опасными, так как это единственный вид ядовитых змей в наших краях. Кстати, степная гадюка – не длинная змея. Ее часто путают с полозом, который и достигает двух метров. Лучший способ отвадить змей от участка – прежде всего заняться его расчисткой. Убрать обломки досок, шифера, старые дрова, кучи веток и мусора. Все виды змей ищут подобные укрытия и греются на них. Важно, чтобы и соседи соблюдали правила содержания приусадебных участков и привели их в надлежащее состояние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова